Сайгаки Сайгак явление уникальное в живой природе. Он один из самых древних представителей так называемой мамонтовой фауны, пережившей последнее оледенение. Много тысяч лет назад, не сумев приспособиться к изменениям климата, вымерли и мамонты, и пещерные медведи, и соблезубые тигры. Но Сайгак исключение. Он сумел выжить и стать массовым видом копытных животных, открытых степных и полупустынных пространств территории Евразии. Как же это ему удалось? Зимой первый снег в прикаспийских степях выпадает в начале декабря. Температура иногда опускается до минус 25-30 градусов. Часто бывают и оттепели. Но какой бы ни была погода, это время гона, время свадеб у Сайгаков. Гон – это беспрерывная гонка самцов. Сначала, чтобы собрать гарем, потом следить, чтобы не разбежались самки, не отбили их соперники, чтобы отогнать молодняк. А это не так просто. Сегодня прогонят, а завтра они опять в стадии. Это от того, что готовность к гону у молодых самцов приходит раньше, чем заступает их черед. Только к трём годам в полном расцвете сил становятся они хозяевами гарема. Самцы в это время преображаются, становятся почти белыми, с пушистой гривой, черными бакенбардами и огромным носом. Густая грива предохранит самца от увечья во время драк, а уникальный нос сайгака, напоминающий небольшой хобот и предназначенный для того, чтобы летом при быстром беге в стаде очистить воздух от пыли, зимой при дыхании согреть морозный воздух, во время гона становится еще больше. Это атрибут предстоящей свадьбы. Что-то для красоты, а что-то может быть и для пользы. Самец столбит себе участок и начинает собирать гарем. Обычно около 20 самок. Но все зависит от характера рогачей. У кого 10, а у кого и 50. Две недели, что длится гон, рогачи почти ничего не едят. Самцы во время гона теряют весе в два раза. Почему? Они теряют вес не от того, что производят покрытие самок, а больше от того, что они конкурируют между собой. По сравнению с прошлым годом, увеличение самцов в два раза. Многие самцы после гона погибают, умирают от истощения, становятся легкой добычей волков и охотников. Да, такая судьба уготована им природой. Отдать все силы, чтобы жило на земле сайкачье стадо. А весной, где-нибудь в Ковыльных степях, родится новое поколение сайкаков. Оно заменит и тех, кто отдал жизнь по имя жизни древнейшего вида копытных нашей планеты. Весна в прикаспийских степях наступает рано. Земля, пропитанная талыми водами, покрывается зеленью. Это ненадолго. Скоро солнце опять высушит все вокруг. А сейчас, в конце апреля, самое время появиться на свет маленьким сайкачатам. У одной самки, которая уже не первый год принимает участие в этом торжестве жизни, рождаются два, а в редких случаях и три малыша. В такой высокой рождаемости нет ни одного вида копытных. Это и помогло сайгакам сохраниться как виду на протяжении многих тысяч лет. В первые минуты после рождения сайкачата лежат неподвижно, плотно прижимаясь к земле. Они не шевельнутся, даже если подойти к ним вплотную. Такого детеныша трудно заметить. Но уже через полчаса они способны встать на ноги, потихоньку ходить и даже пытаются бегать. Но все-таки в первые дни малыши таятся там, где они появились на свет. А через неделю-другую сайкачата окрепнут и стадо вновь двинется дальше. В этом году случилось то, что, как говорят ученые, случается крайне редко. В стаде появились сразу два малыша альбиноса. Белые шкурки, бесцветные глаза. Но их мамы заботятся о них ничуть не меньше, чем об остальных. Сайгаки постоянно в пути. Быстрые ноги спасают их от непогоды, бескорницы, хищников, браконьеров. Сайгак чувствует себя хорошо и уверен в своей безопасности только когда он в стаде. Тысячи настороженных глаз, четких носов и ушей скорее замечают опасность. Сайгак, как и всякий обитатель открытых пространств, пуглив и осторожен. Когда стадо отдыхает, то несколько наиболее сильных и выносливых особей стоят на страже. Божаком сайгаков поступает умудренная опытом самка. От нее зависит сохранность всего стада. А сайгаков подстерегает много опасностей. Это и засухи летом, и оледенение почвы зимой после оттепелей, и эпидемия, уносящая тысячи жизней сайгаков. Непростые отношения складываются с волками, но они могут нападать только на истощенных после гона самцов самок перед родами на животных, отбившихся от стада. Лисы, шакалы, орлы, как правило, охотятся на новорожденных сайгачат в местах их рождения. Но главная опасность — человек. Именно охота на сайгаков привела к тому, что к 20-м годам 20-го века этот вид был поставлен на грань исчезновения. Тогда лишь несколько сотен этих уникальных животных сохранилось в самых глухих уголках Калмыкии и Казахстана. А причиной массового истребления животных стали их рога. Рога сайгака имеют много целебных свойств. В 19-м веке только на территории Прикаспии и Казахстана заготавливали до 100 тысяч пар рогов в год. Их вывозили в разные страны, продавали за огромные деньги. В Китае, например, в те времена за пару рогов давали верблюда или двух чистокровных скакунов. Спрос на сайгачьи рога огромен, цены высоки, и число любителей легкой наживы, преследующих сайгака везде, где он появляется, велико. А браконьерство ради рогов приводит к снижению доли самцов, что явно пагубно скажется на выживаемости вида в будущем. Многие стали считать сайгака видом, обреченным на вымирание. И тогда сайгак был взят под охрану, охота на него была запрещена. Постепенно численность животных стала восстанавливаться и через несколько десятилетий превысила 2 миллиона. Новые беды для сайгачьего рода начались с распадом Советского Союза. Массовое браконьерство с целью добычи рогов и мяса, незаконная международная торговля, необдуманное строительство линейных инженерных сооружений, газопроводов, нефтепроводов, без учета необходимости сохранения путей естественной миграции, распашка земель привели к тому, что с конца 1990-х годов численность сайгака стала резко сокращаться и опустилась до 50 тысяч особей. Учитывая такое катастрофическое падение численности, в международной красной книге сайгак был переведен в наивысшую категорию угрозы. Виды, находящиеся на грани исчезновения. Сайгак был включен в Красные Книги таких стран, на территории которых он обитает, как Монголия, Турканистан, Узбекистан. В России процесс включения сайгака в Красную Книгу пока не закончен. Для сохранения и увеличения численности популяций сайгаков на территории этих стран были созданы особо охраняемые территории, заповедники и заказники, которые играют исключительно важную роль в сохранении популяции. В России, там, где обитает популяция сайгаков северо-западного Прикаспия, основную роль в ее сохранении играют Федеральный государственный природный биосферный заповедник «Черные земли» и государственный природный заказник «Степной» Астраханской области. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Чтобы сохранить популяцию сайгака, нужно ее охранять. И тогда можно сохранить общими усилиями народа, который должен понимать, что это уже последние сайгаки, которые ходят здесь по этой земле. И нужно, как бы, заниматься сохранением. Если не будем мы заниматься сохранением, то и он исчезнет. На протяжении многих лет Международный фонд защиты животных Айфа поддерживает работу антибраконьерского патруля в Государственном природном заказнике «Степной» Астраханской области, для которого фондом приобретается оборудование, необходимое для противодействия браконьерам и борьбы с пожарами. Вот наши мотоциклы. Очень быстрые, скоростные мотоциклы. Так что браконьера можно догнать спокойно. Мы грузим машину на прицепы, выезжаем вместе с ними. Айфа помогла приобрести и новые мощные мотоциклы, и трактор, незаменимый при тушении степных пожаров. Ждали дождя, но дождались пожара, потому что от молнии это практически 17 возгораний. Только от молнии. В том числе и высохло, за всю весну не было у нас ни одного дождя. Один очаг тушим где-то за несколько километров, другой возгорает. В Сайгаке, ну они как бы заранее это все уходят, но есть у нас еще территория, которая пока еще в Пукуне охвачена пламенем, и я думаю, что мы туда его не пустим. Насколько это у нас хватит сил, возможности уже. В поток дыма попал, ничего не видать, вот абсолютно не видать. Так вот, еле-еле так сориентировался, но нашел клею. История существования Сайгака похожа на качели. То он становится объектом массовой охоты, то он находится на грани исчезновения, как это случилось всего лишь несколько десятилетий тому назад, когда Сайгака считали обреченным на вымирание, то снова многочисленные стада Сайгаков насчитывают десятки тысяч особей. Сегодня над этим удивительным зверем нависла очередная угроза. И если мы сейчас не поможем Сайгаку, то тогда следующим поколениям удастся увидеть это чудо природы только на картинках и, может быть, в некоторых зоопарках. История существования Сайгакова 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 Сайгакова